Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города». С вами Валерий Седов. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Взрыв на заводе, причины произошедших от ликвидации горения и информация о погибших – это и многое другое в нашем эксклюзивном репортаже. Экологические катастрофы недели и увольнение чиновников – обо всем этом и не только в «Новостях недели». Сегодня подводим итоги. Утром пятницы в пороховом цеху завода «Эластика» произошел взрыв, который спровоцировал пожар. В МЧС сообщают, что причиной стало нарушение технологического процесса. С самого утра на месте событий работала наша съемочная группа. Расширенный специальный репортаж прямо сейчас. Мы находимся в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области, неподалеку от завода «Эластик», где сегодня произошел пожар. Это пороховой завод и по предварительной информации здесь погибло уже несколько человек. Точных данных пока еще нет. Мы вот только приближаемся к заводу. Машины в основном обычно не пропускают, только, видимо, сотрудников завода и каких-то спецслужб. Вот нам разрешили полицейские пройти пешком. Сейчас мы до тут доберемся. Мы прошли почти два километра пешком. Вся территория вокруг завода оцеплена. Около проходной только представители спецслужб. Рабочих и их родственников не видно. Мы находимся в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области, где сегодня, по предварительной информации, произошел пожар на пороховом заводе «Эластик». По предварительной информации здесь погибло несколько человек. Машины к территории завода не пропускают, поэтому мы идем сюда пешком. Скоро узнаем, что здесь происходит. Около предприятия приземлился вертолет, на борту которого находился временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян. Им было проведено оперативное совещание с целью координации сил и средств по ликвидации чрезвычайной ситуации. Мы находимся на территории завода «Эластик», как раз в той части предприятия, где произошел пожар. Пока никаких официальных комментариев не поступало о количестве погибших, пострадавших, а также о площади возгорания и причинах возгорания. Сейчас как раз проходит совещание. Возможно, после этого мы получим какие-то результаты. Картина в целом, в общем-то, ясна. Смена, заступившая в количестве 17 человек. По неизвестным причинам произошел взрыв. В результате сейчас найдено 15 тел и один пострадавший отправлен в больницу с ожогом. В настоящее время происходит проливка-разборка. И главные действующие лица сейчас нам на смену придет в Следственный комитет. Чуть позже стало известно, что 16-й рабочий скончался в Рязанской областной клинической больнице, куда он был доставлен с сильными ожогами. О местонахождении 17-го из этой смены до сих пор ничего не известно. Сначала он считался без вести пропавшим, затем между собравшимися прошел слух о том, что мужчина и вовсе не вышел в этот день на работу. Впрочем, на звонки его телефон не отвечает, поэтому предварительно мужчину считают пропавшим без вести. Восстанавливая хронологию событий, на данный момент известно, что взрыв на территории завода произошел утром 22 октября в 8 часов 22 минуты. Огненная вспышка попала на камеру видеорегистратора. Прибывшие на место спасатели справились с огнем быстро, меньше чем за час. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. Однако взрыв оказался такой сильный, что от цеха почти ничего не осталось. Пожарные и спасатели продолжают работу на месте происшествия. К реагированию привлечены 170 человек и 50 единиц техники. Нам на смену придет Следственный комитет. Следственному комитету, прокуратуре мы окажем всяческое содействие в том плане, чтобы осмотреть место пожара, мы будем работать по деблокированию, по удалению этих разрушенных конструкций с места пожара. Поэтому сейчас прибудут у нас еще специалисты специальные по этому поводу. И опять же, работа продолжится до тех пор, пока мы полностью не зачищем эту территорию. В данный момент разбор завалов продолжается. Пока нет информации о новых погибших. Тем временем, по факту взрыва возбуждено уголовное дело. Экстренную проверку проводит и прокуратура области. К Шиловским межрайонным следственным отделам Следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара на территории завода синтетических волокон и ластик. По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение требований промышленной безопасности, опасных производственных объектов, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствием рассматриваются различные версии причин пожара. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время. Расследование уголовного дела продолжается. Буквально 15 минут назад я вернулся с места происшествия. Со всеми заинтересованными службами организованного взаимодействия. Значит, произошло следующее. На территории завода эластик располагается предприятие частное, которое осуществляло деятельность по производству промышленных взрывных устройств. В одном из цехов этого предприятия произошел взрыв со следующим пожаром. На настоящий момент уже установлено, что погибло 16 человек. Один скончался в больнице из этих 16 человек. По данному факту прокуратурой области организована проверка. Мы обязательно дадим оценку действиям всех контролирующих служб. Также оценим промышленную безопасность этого предприятия и иные вопросы. МЧС России по Рязанской области открыла горячую линию для родственников погибших и пострадавших. Всю информацию можно получить по телефону 8 49 12 25 72 90. А официальный сайт телекомпании РЕН-ТВ опубликовал предварительный список всей смены из 17 человек, которые должны были находиться на объекте в момент происшествия. Впрочем, пока официального подтверждения от Следственного комитета не поступало. Губернатор Рязанской области Николай Любимов на своей страничке в соцсетях принес соболезнования родственникам погибших и заявил следующее. Сейчас нам важно понять, все ли сделано для ликвидации последствий пожара, какая нужна помощь от правительства, определить необходимые меры поддержки. Уже сейчас могу сказать, что семьям погибших будет выделено по 1 миллиону рублей. 25 октября в Рязанской области будет объявлен днем траура. Следует отменить все развлекательные мероприятия. На зданиях ЦИОГов, администрации городов, районов, поселков флаги должны быть приспущены. В сетки регионального теле- и радиовещания необходимо будет внести соответствующие изменения. Анна Герцовская, Андрей Тюрников, Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». К новостям недели. Продолжим важными катастрофическими событиями для региона. Природоохранная прокуратура продолжает идентифицировать нарушителей экологии на водных объектах. Сегодня облюстители закона провели своеобразный рейд по местам нарушений. Сотрудники Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры вновь проверили состояние оврага Крутицы, расположенного на улице при железнодорожной. Здесь выявлено протекание ручья, который не имеет никакого названия. Предположительно, он появился в результате незаконного сброса сточных вод. Ручей, протекая по оврагу, попадают в реку Быстрица. Отметим, что ранее, в июне этого года, Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с региональным Минприродопользования организовала проверку состояния реки Быстрица. Водоем протекает по территории микрорайонов Семчина, Конейщева, Недостоева, Борки и впадает в Аку. Тогда активисты и местные жители зафиксировали, что река поменяла цвет и запах. Вода стала черно-фиолетовой, начала массово гибнуть рыба. Летом этого года одно из предприятий уже подозревали в загрязнении района. Предприятие находится сзади нас, по адресу улицы при железнодорожной, 48, на территории которой осуществляется производство мяса костной муки предприятием ООО РИК, предположительно, на данный момент. Соответственно, данное предприятие ввиду своей производственной деятельности биологические отходы перерабатывает, получает мясо костную муку, получает отходы от биологических отходов, они сливают с точной канализацией, соответственно, через канализацию это все попадает в водный объект и далее уже на рельеф местности и в реку Быстрица. Впрочем, Черный ручей даже после ликвидации подпольного цеха продолжает течь. Стоит сказать, что склоны оврага по сравнению с летним периодом еще больше завалены различным мусором. Сотрудники природоохранной прокуратуры зафиксировали все предполагаемые нарушения, в ближайшее время по ним будут проведены проверки. Еще одна водоохранная зона в Рязани также под угрозой. Река Трубиш, протекающая рядом с жилым комплексом метропарк, должна была стать отрадой для новоселов. Здесь предполагались пуск прогулочных лодок, обустройство пляжа и набережной. Однако на данный момент сотрудниками природоохранной прокуратуры выявлено загрязнение водоема железобетонными конструкциями. Они лежат в воде и на берегу. Кроме того, обнаружен новый оголовок пластиковой трубы, выведенной прямо к реке. Из конструкции течет вода. Предположительно, это может быть ливневка, для установки которой требуется разрешение. По данным находкам будет также совершена проверка, результаты которой мы предоставим в ближайшее время. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Губернатор Рязанской области Николай Любимов уволил своего заместителя Михаила Семенова, назначенного всего месяц небольшим назад, 7 сентября. Об этом глава региона сообщил на своей страничке в социальной сети. Цитата. «Трудовой договор расторгнут на основании ряда пунктов служебного контракта, связанных с допуском госстайни». Конец цитаты. Об инциденте, который предшествовал громкой отставке, как и о возможной причине, мы рассказывали неделю назад. И собрали все слухи и домыслы из соцсетей. История с увольнением Михаила Семенова уже как притча, ушедшая в народ. Понятно, что официальная формулировка отставки из-за допуска госстайни звучит довольно странно. Не кажется ли вам? Когда и каким шпионом в Рязанской области мог разгласить важные сведения всего месяц, отработавший вице-губернатор, наверное, так и останется тайной. Официальные источники многого нам не скажут, поэтому по вполне понятным причинам мы обратились к неофициальным. Первым о дикой охоте с участием Михаила Семенова возле деревни Борец Сараевского района заявил один из авторитетных телеграм-каналов ВЧК ОГПУ. Сообщалось, будто бы даже они причастны к незаконному убийству лося на 300 килограммов. Эту новость подхватили электронные СМИ региона, но поторопились с формулировками. Дескать, Семенова и руководителя управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской области Олега Наумова задержали силовики. Следственный комитет выдал опровержение. Никто никого не задерживал. Да и на рабочем месте оба персонажа появились. Дальнейшая хронология стремительна. Экстренное возвращение Николая Любимова из отпуска, увольнение Семенова в тот же день. Почему все так быстро? У неофициальных источников есть своя версия, о достоверности которой вполне можно и подискутировать. Итак, после той самой дикой охоты силовиками не были обнаружены ружья, из которых велась стрельба. И только после подключения экспертов-криминалистов, дескать, оба карабина были найдены в одном из местных озер. Подчеркнем, все это информация неофициальная. А вот цитаты заявления Николая Любимова с его странички ВКонтакте. «Люди, имеющие статус государственного служащего, особенно занимающие такие высокие должности, обязаны соблюдать целый ряд ограничений. Те, кто в любой форме нарушает эти ограничения, работать в правительстве области не должны. Прошу это учесть всех, кто хочет остаться в нашей команде». Конец цитаты. Подходящая формулировка для увольнения решайте сами. Максим Васильев, телекомпания «Город». С 15 октября стартовала всероссийская перепись населения. Ее должны были провести еще в октябре прошлого года, но из-за пандемии перенесли на апрель этого, а затем и вовсе на октябрь. На протяжении месяца в Рязани будет работать 976 переписчиков, а в области – 2021. Но это для тех, кто не сможет подтвердить свое существование электронным способом. Для Ларисы Лавкиной опыт переписчика не первый. В прошлую компанию она тоже ходила по квартирам. Как говорит, что работать с людьми всегда сложно, а уж сейчас, в период пандемии, и подавно. Впрочем, в этот раз люди к волонтерам в синих жилетах отнеслись с пониманием. На вопросы старались отвечать развернуто. Объем работы большой. У каждого из нас переписаться можно в МФЦ, в ближайшем отделении, на ближайшем переписном пункте. Есть горячая линия, телефон, где люди могут узнать, где находится ближайший, удобный им пункт, и, соответственно, прийти туда. И можно это сделать на портале госуслуг самостоятельно, при этом получает человек QR-код, и наши переписчики его фиксируют. И все же основной объем данных будет традиционным. После поквартирного обхода. В этом году переписчикам помогает новшество – планшеты, в которых содержится вся необходимая информация. Вообще очень удобно, конечно, вся информация уже здесь у нас есть, от геолокации до конкретных адресов. И есть помощь такая в виде информации о, например, председателях ТСЖ, старших по дому, с которыми мы контактируем активно, которые нам помогают в нашей работе и разъясняют и жителям своего дома необходимость, важность этой работы. И, соответственно, какую-то информацию нам дополнительно дают. В реальном времени планшет синхронизируется с сервером «Рязань-Стата» и пополняет статистику. Российская перепись населения, конечно, несет с собой очень важную и масштабную функцию – это почитать все-таки, сколько же нас проживает в нашей Рязанской области и в стране, конечно, в целом. Естественно, от численности населения зависит все дальнейшие, все расчеты и выполнение программ и других мероприятий. Помимо традиционных фамилий, имя и отчество, переписчик задает вопросы, на первый взгляд не относящиеся к делу. Насколько благоустроено жилище и устраивают ли санитарно-эпидемиологические условия? Всего в анкете 33 позиции, как и в онлайн-опросе. Эта компания, как утверждают организаторы, последняя бумажная. Все следующие будут цифровыми. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». От одной переписи к другой, при этом не самой приятной для молодых людей. Речь идет про осенний призыв. Статистика по области говорит о том, что ребята идут служить охотно. Например, весной Рязань покинули 1300 человек. Хороших цифр ждут в региональном военном комиссариате и этой осенью. 700 человек отправятся на военную службу в осенний призыв. Такая задача стоит перед военным комиссариатом города. Призыв начался с октября, и за первые 20 дней месяца в армию отправили 70 человек. Медленно, но верно норма выполняется. Разве что уклонисты мешают. В прошлом году это было 700, почти 700 человек. Сейчас немногим больше 600 человек в нашей Рязанской области, которые уклоняются от воинской службы. Причин здесь масса. Уклоняются в том числе и от мероприятий, связанных с призывом. Это от своевременного медицинского свидетельствования и прохождения других мероприятий. Самое тут забавное в том, что большая часть этих самых уклонистов в армию не пойдет, говорит военный комиссар области. Причина тому – состояние здоровья. Однако все равно бегают. И бегают уверенно. Ловить их помогают полицейские. В этом году уже возбуждено более 400 административных дел и 38 уголовных. Штраф за бег на перегонки с полицией от 15 до 50 тысяч рублей. И, кстати, после оплаты служить все равно придется. Это и работа через родителей. Потому что всех родителей знаем. Зачастую родители занимают немаловажные посты в муниципальных образованиях, в городе. И, конечно же, им сообщаем, их работодателям сообщаем о том, что сыновья уклоняются от воинской службы. Другой вопрос – куда пойти служить? Пока статистика такая, что только 10% всех рязанских призывников выбирают службу по контракту. Остальным достаточно, что называется, года в сапогах. Но оттоптать весь срок в военной части своей мечты вряд ли получится. Не обязательно, но мы к этому прислушиваемся. Но не обязательно. Если все захотят идти в ВДВ, кто же пойдет в сухопутные войска. Но здесь играет и роль категория годности гражданина. Потому что в ВДВ, спецназ, идут, конечно, мальчишки из категории А. Дальше, конечно, предпочтение выслушивается на призывной комиссии. За весенний призыв в армию шли служить 1300 рязанских мальчишек. Больше из Касимова, Клепиков, Михайлова и Рязани. Статистику нужно поднимать, говорят в комиссариате. Пандемия все же сыграла свою роль. Но теперь военкоматы обеспечены всем необходимым. Маски, перчатки, ПЦР-тесты. Все для того, чтобы выполнить поручение губернатора. В военную часть не отправится ни один инфицированный COVID-19. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. В Рязань дополнительно поступило 85 автобусов марки «ЛиАЗ» из Москвы. Первая партия из 15 машин выйдет на дороге города до 1 ноября. Основное количество из них появится на 16 маршруте. Остальные направят на новый. Мехзавод, телезавод. Об этом заявили в управлении Рязанского троллейбуса. Сейчас автобусы проходят технический осмотр. В совместном управлении транспорта были внесены изменения в положение по оплате труда, в которых включаются ключевые показатели эффективности КПА. То есть, качество выполнения рейса. То есть, чем лучше теперь работает водитель, тем больше получает, да? Все, как нам поручал Николай Викторович. А по зарплате? Выросла зарплата? В зарплате выросла. Средний зарплатный плат около 40 тысяч рублей, но и больше. Исполняющий обязанности руководителя управления Рязанского троллейбуса Андрей Суханов все новые цифры окладов знает на зубок. Главе администрации Елене Сорокиной он сходу выдает как по табле зарплаты водителей, слесарей, кондукторов. Компания получила очередные 85 автобусов из Москвы. Понятное дело, резко возросла потребность в увеличении штата. Требуются водители автобусов, слесаря по обслуживанию подвижного состава, кондукторы и водители троллейбусов. Набираются новые группы по обучению водителей троллейбусов со стипендией, с дополнительным заработком. Зарплата водителей автобусов в среднем составляет 40-50 тысяч рублей. Слесарей по ремонту подвижного состава 30-35 и выше. В зависимости от квалификации и стажа кондукторов 21-22 тысячи рублей. То есть будем готовы и рады всех видеть на нашем предприятии. Гарантируем своевременный вырубок заработной платы и все соцгарантии. Пока что технические возможности всех этих ЛИАЗов специалистам УРТ еще предстоит оценить. Но первая партия на усиление уже готова. Готовы для нее и маршруты. Данный автобус проходит сейчас техническое обслуживание и сезонное обслуживание. Готовим к выходу на линию. Первая партия автобусов в количестве 15 единиц. Мы планируем запустить до 1 ноября этого года. Это будет в первую очередь маршрут номер 16. И часть автобусов пойдут на новый маршрут, который мы озвучивали, давали на обсуждение, размещали в интернете. Это маршрут Мехзавод, Телезавод. Изменения в УРТ уже заметны невооруженным глазом. Компания готова стать главным переводчиком Рязани. Для этого нужны люди. Вот эти пока еще зеленые и необъезженные автобусы уже ждут своих водителей на стоянке УРТ. Вакансии по-прежнему открыты. Максим Васильев, Телекомпания «Город». Сразу у трех детских садов в Рязани сменились подрядчики, которые занимались созданием пристроек. Причина банальна – недобросовестность. Впрочем, сейчас работы возобновлены. Сроки их окончания оценил губернатор Рязанской области Николай Людмимов. Это сейчас в детском саду номер 99, что на улице Гоголя кое-где есть и асфальтовая дорожка. Установлены бордюры и утрамбован щебень перед укладкой. А всего месяц назад эта пристройка представляла из себя практически пустой короб без ограждения и дорожек. В таком состоянии садик бросил прошлый подрядчик. Таргет он выиграл, однако вот работать не торопился. Из-за тонкости законодательства контракт со строителями разорвали не сразу. И только в середине сентября к работам приступила новая фирма. Сроки у нас до 20 декабря, до конца года фактически. Вот сейчас выполнены у нас на 100% фасадные работы, вставлены на пластиковые окна, кровельные работы сделаны, благоустройство. Где-то уже половину мы прошли, сделали ограждение по периметру, завели теплотрассу в здание. На этой неделе запускаем отопление, активно переходим внутрь к отделочным работам. Сейчас основной упор подрядчик делает на благоустройство внешней территории. Нужно успеть до первых холодов. Осталось доделать асфальтовые проезды, тротуар, установить детские комплексы и резиновые покрытия. Параллельно идет и внутренняя отделка. В ближайшее время обещают уложить напольную плитку и провести коммуникации. Ход работ под строгим контролем. Деньги в основном федеральные. Многим подрядчикам требуется помощь. Тоже мы стараемся совместно с правительством Российской Федерации решать этот вопрос. Потому что действительно цены подорожали на многие материалы. До 40% подорожания во всей стране. И естественно мы стараемся изменить конкурсную документацию и проектно-сметную документацию. Пересчитать те материалы, которые возможно, добавить деньги эти. Когда заключили договор с новым подрядчиком, то пересчитали и сумму. Денег пришлось добавить. Притом 99-й детский сад не единственный, на котором сменился подрядчик. 110-й тоже пострадал. Один и тот же застройщик занимался сразу двумя пристройками. И обе не завершил. Теперь опора занимается и 110-м, и 99-м. Работы идут параллельно, по графику. Другой подрядчик взялся достроить 136-й детский сад. Обещали все успеть в срок. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Тем временем город активно готовится к зиме. В уборке улиц в этом сезоне будет задействовано около сотни единиц техники. Самосвалы, подметально-уборочные машины, экскаваторы, автогрейдеры. Об этом заявил руководитель МБУ ДБГ Андрей Ковалев. Городские власти провели окончательный смотр автопарка перед наступлением снегопада. К серьезным холодам, а первостник синоптики обещает, уже на следующей неделе дирекция благоустройства подходит во всеоружие. Самосвалы, автогрейдеры, пескоразбрасыватели. В автопарке к зиме готовы уже без малого сотня машин. Также у нас будут задействованы порядка 16 единиц тракторов и легкой техники для того, чтобы убирать тротуары и остановки в городе Рязани. Так что мы готовы. Если сегодня пойдет снегопад, мы заготовлены и пескосоляной смесью, и, соответственно, вся техника у нас готова для того, чтобы выйти на улицы города. Если в Рязани внезапно пойдет снег, в дирекции благоустройства к этому будут готовы. Специальная смена будет мониторить ситуацию ночью. У нас обеспечено круглосуточное дежурство. У нас 26 сотрудников выходят в смену именно в ночную для того, чтобы организовывать уборку снега, если пойдет снегопад в ночное время суток. План очистки города в случае нештатной ситуации уже тоже определен. Начнут с центральных улиц, затем переместятся на второстепенные. Первыми пойдут грейдеры, затем в бой ступят подметальные машины. За ними машины с пескосоляной смесью. Реагентам в дирекции благоустройства уже запаслись впрок. Максим Васильев, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.